Атава Ихсан представляет Вызывает заболевания, заставляет тратить деньги, разрушает личности, семьи и общество Исследователи доказали, что между алкоголем и азартными играми есть прямая связь Употребление алкоголя затуманивает здравый смысл, тормозит развитие и увеличивает риски, связанные с азартными играми и другой опасной деятельностью В Коране Аллах говорит нам, что пьянящие напитки и азартные игры – это отродие сатаны и приказывает нам избегать их Недавно была обнародована новость о том, что в Дубае изготовили первое в мире халяльное шампанское Дубайская компания объявила о запуске производства первого в мире игристого вина по стандартам халяль С содержанием 24-каратного съедобного сусального золота и с нулевым содержанием алкоголя Само понятие халяльного шампанского уже вызвало множество споров в обществе Согласно исламу, все, что вводит людей в состояние опьянения, считается запрещенным Независимо от его количества, будь то алкоголь, наркотики, забродивший напиток из зюма или что-то еще К слову, британским исследователям, выпущенным в ноябре 2010 года, установлено, что алкоголь является более опасным и смертельным наркотиком, чем героин или кокаин Известно, что этот безалкогольный напиток в торговлю поступит под названием «игристый натуральный виноградный сок» и будет снабжен маркировкой «халяль» Некоторые мусульмане обвинили итальянских виноделов в попытке навязать спиртное лжехаляльным путем Безалкогольное пиво не смогло привлечь к себе внимание мусульман Так теперь в этой борьбе вышло шампанское под маркой «халяль» Если спросить любой случайный факт об исламе у любого жителя земли, наверное, каждый упомянет тот факт, что ислам запрещает алкоголь Но только мусульмане знают, что все запрещенное исламом наносит вред как человеческому здоровью, так и разрушает душу Мне бы хотелось написать о вреде алкоголя Безусловно, для мусульманина информация о алкоголе не актуальна Но хотелось бы посредством описания всего вреда, наносимого алкоголем, подчеркнуть милость нашего Всевышнего, который уберег нас от такого зла Алкоголь является наркотическим, смертельным ядом Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкоголем Алкоголь способствует закупорке сосудов и это приводит к формированию аневризма Дефект стенки сосуда, вбухание, которое рвется под давлением крови и кровь, поступает в вещество мозга Так образуется геморрагический инсульт Смертность от геморрагического инсульта составляет 70-80% Тех, кто выживает, трудно назвать людьми Это растения, не способные к познавательным функциям и самообслуживанию В этом заключается вред алкоголя для мозга Не менее страшный удар наносится и по всему остальному организму Из-за усиленного потребления спиртного происходит цирроз печени Употребление спиртного сокращает жизнь человека в среднем на 5-15 лет В зависимости от особенности организма человека и интенсивности употребления Большинство людей искренне верят в то, что алкоголь прекрасно снимает стресс То есть, если человеку плохо, он расстроен или перенервничал То стоит ему выпить алкоголь, то все сразу наладится На самом деле это не так Наш организм – это очень сложная система, в которой эндорфин и его количество контролируются нервной системой Люди искусственно за счет выпитого алкоголя поднимают в своем организме уровень эндорфина И если он слишком высокий, то организм начинает бороться с ним так же, как с повышенной температурой Если температура повышается, то организм старается ее понизить до приемлемого уровня И вот один бокал шампанского снижает выработку эндорфина до 4 недель Поэтому люди, которые думают, что алкоголем снимают свой стресс, делают организму только хуже Останавливая положенную выработку эндорфина К тому же безвозвратно погибают клетки головного мозга Вред алкоголя заключается в том, что употребление его приводит к раковым заболеваниям Бесплодию у женщин, импотенции у мужчин, циррозу печени, панкреатиту, инсульту, инфаркту, сердечно-сосудистым заболеваниям Непоправимый вред алкоголь наносит в желудку, что говорит о том, что его употребление может привести к гастриту, язве Можно часами говорить про вред алкоголя для мужчин Но еще более страшный эффект спиртное оказывает на организм женщины Спирт, попадая в организм женщины, разносится кровью по всем органам Удар наносится по мозгу, печени и другим жизненно важным органам Но кроме того, спиртное попадает в половую систему И тут начинаются принципиальные различия Если сема мужчины обновляется за несколько месяцев, то женщина получает запас яйцеклеток один на всю жизнь И попадание спиртного в этот запас наверняка повредит хотя бы часть из них Трудно найти большое зло, чем алкоголь, которое бы так упорно и безжалостно расстраивало бы здоровье миллионов людей Так резко разрушало бы все ткани органа человека В особенности кору головного мозга Ум и личность человека, приводя его в конце концов к ранней смерти Коварство этого яда заключается в том, что тяжелые последствия от вреда алкоголя наступают не сразу Постепенно, незаметно Спиртное убивает человека еще при жизни В Австралии, в стране с населением около 20 миллионов Около 3 тысяч человек умирают от алкоголизма Около 65 тысяч человек попадают в больницу Исследования выявили связь между злоупотреблением алкоголя и поражением головного мозга Около 2,5 тысячи австралийцев ежегодно лечатся в больницах от поражения головного мозга Ученые Великобритании выявили, что 6% всех больных раком заболели и умерли от алкоголизма Специалисты Гарвардского центра профилактики рака сообщают, что употребление алкоголя увеличивает риск развития всех видов раковых клеток Алкоголь считается сильным канцерогеном и увеличивает риск возникновения рака губы Горло, гортани, пищевода, печени и грудной клетки Употребление алкоголя во время беременности может привести к алкогольному синдрому плода Вызвать задержки в развитии Деформацию органов, уродство на лице, неполное раскрытие глаз, растание или отсутствие пальцев на руках и ногах Деформация внутренних органов, неспособность к обучению, умственную отсталость и многие другие пороки Австралийские ученые также подсчитали, что 47% преступников, совершивших жестокие преступления И 43% всех жертв этих преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения Алкоголь – причина 44% пожаров 34% падения и гибели утопающих 30% дорожно-транспортных происшествий 7% несчастных случаев на производстве И несмотря на то, что алкоголь – это причина огромного количества бед и несчастий Он разрешен законом и приветствуется в большинстве стран В мусульманских странах, где алкоголь под запретом, некоторые люди все равно поддаются соблазну и становятся жертвой болезни под названием алкоголизм А что говорить о странах, где разрешен алкоголь? Естественно, там все люди под риском Удивительно, но несмотря на очевидность всех фактов об алкоголе Люди по всему миру продолжают употреблять алкоголь в все больших и больших количествах Почему? Алкоголь – это одно из орудий, с помощью которого сатана отвлекает человека от богослужения Бог говорит в Коране, что сатана – это явный враг человека Но употребляя алкоголь, мы впускаем его в наши жизни и помогаем ему отвлекать нас от истинной жизненной цели – поклонения Богу Воистину, сатана является вашим врагом и относитесь к нему так, как к врагу Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени Алкоголь влияет на разум и порождает греховное поведение и плохие поступки Он порождает вражду между людьми, заставляет их забывать о Боге и отвлекает их от молитвы Призывает их к внебрачным сексуальным связям Алкоголь взращивает позор, сожаление, бесчестие делает пьющего слабоумным Он приводит к разглашению секретов и завершению ошибок Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть И отвратить вас от поминания Аллаха и намаза Неужели вы не прекратите? В даисламской Аравии люди повсеместно употребляли алкоголь Чтобы искоренить это зло, Бог в своей милости постепенно запретил алкоголь Во-первых, Он показал людям, что вреда от употребления алкоголя больше, чем пользы Затем Он запретил мусульманам молиться в состоянии опьянения И, наконец, Он не спаслал аяты, полностью запрещающие алкоголь От те, которые уверовали Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы И гадальные стрелы являются скверной из деяния сатаны Сторонитесь же ее Быть может, вы преуспеете Когда мусульманские жители Медина узнали об этом Они начали опустошать и уничтожать все свои алкогольные запасы Даже те, кто с наслаждением потягивали вино из бокалов Тут же выплюнули его Говорят, что по улицам Медины вино текло рекой Почему же тогда так сложно искоренить это зло в 21 веке? В наше время верующие должны всецело доверять Богу Так же, как первые мусульмане доверяли Богу И понимали, что Он их единственный защитник и покровитель Вся власть и сила дается Богом И такой же бич, как алкоголь, можно искоренить Лишь если люди, страдающие от алкоголизма, покорно обратятся к Богу Коран – это книга руководства для всего человечества Это комплекс наставлений от Создателя для его созданий Если мы будем им следовать, наша жизнь станет легкой и спокойной Даже перед лицом катастроф и несчастьй Бог связывает алкоголь и азартные игры с идолопоклонничеством И провозглашает его низким и порочным Тем не менее, Он милостлив и великодушен по отношению к Своим верующим И признает всю силу зависимости Ислам делает все, чтобы помочь и простимулировать тех Кто желает раскаяться в совершении порочных и греховных действий Бог принимает раскаяние от тех, кто действительно сожалеет о своих действиях И обещает воздерживаться от греха Мусульманские общины не изгоняют тех, кто ошибается Но держат их в рамках ислама Поощряя их искать единение с Богом и оставить греховное поведение Друзья, семья, соседи не стоят в стороне Наблюдая, как человек разрушает себя и свою семью Ислам – это вера, ориентированная на общество Человеку нет места, где бы он мог делать то, что захочет Если это навредит остальным людям Алкоголизм влияет не только на алкоголиков Но и на их семьи, и на общество в целом Запрет алкоголя – это очень мудрое решение и спасение всего человечества Не забудьте подписаться на канал Подписавшись на канал, вы не только приобретаете знания Но и являетесь распространителями ислама Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok